Новый сезон Новый сезон Новый сезон Новый сезон Новый сезон Всем здрасте! Спасибо, что пришли! Спасибо, что смотрите! Ну что ж, мы начинаем! Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Подожди! Это же наш зритель! Он ходит к нам уже 5 лет! Нельзя ему просто так сказать здрасте! А что? Давайте с ними лично, с каждым за руку поздороваемся! Да! Давай! Здравствуйте! 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 Ребята! Ребята, стоп! Ребята! Что? Подождите! Что? Ну в первом же ряду билеты дороже! И мужики тут богатые! Давайте с ними сфоткаемся! Да! Ребята! Да! Ребята! Что? Ну, первый ряд понятно, но у нас же народное шоу. Балкон, что, не люди, что ли? Балкон! Давайте их обнимем! Да. Ребят! Ребят, подождите. Мы с Егором до балкона не дойдем. Поэтому давайте на балкон пойдет один смотригин. Да. Ребята, стойте! Что? Стойте, ребята! А че мы только здороваемся со всеми? Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Это ж наш зритель, мы их пять лет уже знаем. Давайте целоваться с ними. Да! Зовуемся! Мам! Стойте! Стойте, 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 стойте! Что? Нормально было же. А если у нас такие уже отношения со зрителями? Так может это, отметим это дело, а? О! Так, так, так. Все. И чего? Мы это делаем только после концерта. Ну так, что? Заканчиваем концерт? Да! Сегодня в концерте принимали участие Евгений Кашенко, Виктория Пулитко, Дмитрий Танкович, Евгений Никишин, Александр Бережок, Яда Глушенко, Маруся Грычук, Сергей Писаренко и Егор Крутоголов. Из балкона Евгений Сморегин! О-о-о! Окей, 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 пошутили и хватит. Мы просто за вами соскучились. Вы за нами тоже? Вот это вот межсезонье, ну практически год с вами не виделись. Мы очень рады, что вы пришли. Мы очень благодарны, что вы раскупили абсолютно все билеты. Спасибо, Саншлайк. Это просто круто, мне негде тещу посадить. Так что, вот теперь мы можем начинать. Веселое. Обновленное. Задурное. Бесшабашное. Семейное. Сексуальное. Народное. Международное. Интеллектуальное. Многофункциональное. Очень сексуальное. Розностороннее. Позитивное. Марципановое. Марципановое. А где что-то придурок ходит, а? Дружелюбное. Позитивное. 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 Настроим, стальон зарядим Садитесь удобнее перед экраном Садитесь семьей на любимом диване Наши женщины любят, мужчины и дети Мы самое доброе шоу на свете Дизель-шоу Дизель-шоу Знали ли вы, что только украинские женщины При помощи одного и того же предмета Могут приготовить и вкусный ужин И нанести тяжкие телесные повреждения Хотя, с другой стороны, конечно, хочется, чтобы женщины готовили И доставляли нам удовольствие и с этой стороны Но, знаю я еще одну новость Коля, мы уже решили поговорить о кухне Что украинские пенсионеры, когда видят, как кормят депутатов столовой Верховной Рады Очень надеются, что их откармливают на убой И мы с огромным удовольствием хотим вас пригласить на необычный кулинарный поединок Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Готовим за 100 гривен» И я с удовольствием представляю вам гостей нашей студии Обыкновенная украинская пенсионерка Клавдия Михайловна Здравствуйте! И депутат Верховной Рады Евгений Валерьевич Здравствуйте! Здравствуйте! Жирный, а какой? Жрать любит, наверное Отъел себе мажоритарку Итак, мой первый традиционный вопрос Любите ли вы готовить и ваше коронное блюдо? Ну, вы знаете, я очень-очень люблю готовить Особенно омаров и мраморное мясо Мы с женой прямо дома устраиваем такие кулинарные поединки Готовим, а потом с закрытыми глазами определяем, кто что приготовил А мы тоже с дедом, вот бывает, вечером горохового супа наедимся И потом всю ночь играем в «Угадай мелодию» Я однажды в миллион алых роз с трех нот угадала Говорю ему, все, дед, хватит, хватит Я уже угадала, не играй А он все равно до конца доиграл Три куплета Ну что ж, давайте начнем Итак, по условиям нашей программы Участники должны были приобрести продукты на сумму не более ста гривен И, конечно, нам не терпится узнать, что же они купили Начнем с вас, Клавдия Михайловна Что купили вы? Так Картошку Картошку и? И все Как все? Ну, ты цены на рынке видела Пять кило и все, нет сотки Ну, ведь вы могли купить один килограмм и что-нибудь еще Могла, ну, у всех картошка по двадцать пять стоила А мне женщина говорит, если все заберете, по двадцатке отдам Ну, как ты тут стоишь Вот она мне еще горошка на поход дала Ну вот, то есть сегодня будете удивлять нас картошкой Пюрешкой, да С моими зубами и достатком Я только пюрешку и могу себе позволить А украсим мы все праздничным горохом Ну хорошо, вот перед вами кастрюля, плита Ой, газовая А недорого это, а? Мне потом платежку не пришлют за газ Ну что вы, не волнуйтесь, это все за счет передачи Богатая у вас передача Можно у вас пожить, а? А сейчас мы узнаем, что купил наш второй участник Давайте посмотрим, Евгений Валерьевич Сколько продуктов, а где это вы все купили на сто гривен? Наворовал, скотина Где? Это все я купил в столовой Верховной Рады Да, у меня даже и чек остался, если вы не верите, вот А, да, действительно, вам даже сдачу дали 40 гривен Ну что, вообще, а как в эту столовую попасть? По удостоверению, бабушка По пенсионному? По депутатскому У нас в Верховную Раду, кого попало, не пускают Особенно в столовую, да Понятно, почему вы все пухнете так Там, полгода прошло, и все как юзики Только юзик уже пришел юзиком А вы пухнете Подскажите, пожалуйста, куда можно хрен положить? На Конституцию положил Вы же так постоянно делаете Хочу вас отдельно поблагодарить за то, что ваша программа снимается утром А то я не ем после 18 А я тоже не ем После 18 А как платежку получаю, все Есть перестаю Евгений Валерьевич, очень интересно знать Почему вы остановили свой выбор именно на этих продуктах? Ну, вы знаете, мне кажется, просто было бы интересно Приготовить омаров в сливочном соусе С добавлением молодого французского вина А в сочетании со швейцарским сыром Это блюдо будет просто шикарным Клавдия Михайловна, вы что-то ищете? А где у вас нож? Подождите, мы еще не начали готовить Мне не для готовки Мне для торжества справедливости Затем у нас, значит, будут брускет из авокадо И карпаччо из свежайшего лосося Прекрасно Клавдия Михайловна, зачем вам молоточек? У вас же нет отбивных Пока нет Продолжайте, Евгений Валерьевич Ну, а украсим мы все это Икрой осетра Чего? Бабушка, вы что? Черную икру ни разу не видели? Мы с ней не виделись в 77 лет Бабушка, а вам сколько? 77 Ну, погрустили и достаточно Еще у меня для вас есть, значит, настоящая испанская колбаска Салями Сейчас вот только веревочку отрежу И вам нарежу на пробу сейчас С удовольствием Хорошая веревочка Клавдия Михайловна Пассионеров, да? Ага Надеюсь, моя щедрость войдет в эфир Конечно, все камеры работают Слушайте, а у вас есть трубочка? Да, конечно Вот, а зачем вам? Продолжайте, продолжайте Продолжайте, Евгений Валерьевич Знаете, чуть не забыл У меня же для вас есть сюрприз Сыр Дорблю Мясо краба Сука И колбаска из дикой оленинки Этого оленя я подстрелил сам Я этого кабана подстрелить не могу Евгений Валерьевич, наверняка у вас есть какая-нибудь занимательная кулинарная история Ну, есть, да Вот буквально недавно я был на Мальдивах В смысле, по работе А, и там, представляете, шеф-повар одного ресторана Вот, в который мы пошли Самый дорогой ресторан А, самый дорогой на Мальдивах? Нет, самый дорогой в мире И, значит, шеф-повар приготовил там, знаете, на обычной сковородочке Такие вот, знаете, тоненькие Такие вот прям нежнейшие Такие вот прям сочные колбаски Да-да, вот именно на такой сковородке Спасибо, бабушка Он и приготовил И сегодня я вам их обязательно продемонстрирую Евгений Валерьевич, извините за нескромный вопрос А дорого ли стоит такое удовольствие? Да ну что вы, копейки Где-то 600 евро За килограмм? За штучку Ну, все Сейчас добуду копыта на холодец И сюда, я Клавдия Михайловна, я вижу, вам не терпится начать А напомните, что вы сегодня готовите? Яйца Вы же говорили, картошку А буду готовить яйца Яичницу? Яйца кабана А где же вы возьмете кабана? А он сам пришел И колбаску еще принес, да? Это вы так шутите Ой, Клавдия Михайловна Нет Может, вам стульчик сядьте? Спасибо, внученька Бабушка уже свое отсидела Евгений Валерьевич, еще какую-нибудь историю хочется услышать? Ну, какой бы вам еще рассказать? Ну, вот, к примеру, буквально недавно я на своей яхте рыбачил в Атлантическом океане Дайте топор, а! И представляете, там забрасываю удочку, ну, думаю, ну, вытяну там маленькую рыбку А когда всю сеть вытащили Мне оказался такой огромный, дорогущий, голубой тунец Ну, все, тунец тебе Ну, что и голубой, ну? А вы морепродукты любите? Обожаю морепродукты, да Ну, только из всех морепродуктов я могу себе позволить только макароны по-флотски Ну, что ж, друзья, с участниками мы знакомы Все продукты на столе И теперь, по правилам нашей программы, участники должны поменяться продуктами Пожалуйста Ой! В смысле поменяться? Не понял Что-то не понял Хряк Власть меняется Все Сейчас мы тебя раскулачивать будем Готовьте переходить во фракцию «Враг народа» А быстро на мое место Да, да, да Есть все-таки Бог на телевидении Как вы уже поняли, суть нашей программы в том, что наши герои меняются продуктами для того, чтобы усложнить задачу своему сопернику Ой, а только продуктами, а? Можно мне жизнь усложнить квартирой, а? И не яхтой Клавдия Михайловна, вы просто готовите из продуктов Евгения Баверича А вы, Евгений, чем заняты? А? Ага Гуглю Что такое картошка? Что из нее можно приготовить? Ну что вы, из картофеля можно приготовить массу вкусных и питательных блюд Картофель мундири, картофель фри, гратен, зразы, драники, пюре, картофель жареный, мой любимый, картофель вареный, молоденький, с укропчиком и с маслицем Ой, простите, я просто из Белоруссии Немножко завелась Ну вы, вы знаете, у меня даже укропа нет А ты за щекой посмотри Может, завалялся? Хомяк Скажите, а почему картошка вся в земле? А это тебе бонус Можешь что-то скрести и продать Вы же любите землю продавать? Начальный капитал твой Скажите, пожалуйста, каким ножом лучше всего чистить картошку? Вот этим вот Лови Ну что ж, друзья, сейчас настал тот момент, когда участники могут поменяться между собой продуктами, но только равнозначной стоимости Прекрасно, я меняю всю картошку хотя бы на лосось Хрен тебе, Аня, лосось Чё? Лосось через плечо В смысле? В коромыслие А? Хрен на Ты молчишь? Я говорю, хрен бери, он мне нахрен не нужен Так, что-то воняет здесь такое Фу Сыр гнилой, забирай Это с плесенью дорблю Ну любишь с плесенью же Я просто просрочку не очень Так, что это за макароны странные какие-то, а? Это папарделли Из гороха, что ли? Забирай, мы с дедом уже наигрались Так, ну вот ты придурок, а? Ну, 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 придурок Столько вкусностей набрал, а муки щепоточку взял Бабушка, а этот пакетик у меня из кармана выпал Да, сейчас мы кулебяку забодяжим Значит, такой кулебяки нас так раскулебячит Ну что, теперь основной ингредиент Давай яйца-кабак Нет, нет, бабушка А я напоминаю, друзья, что наша передача снимается в рамках программы сокращения депутатов Верховной Ради И в нашем следующем эфире мы с нетерпением ждем еще одного депутата и нашу постоянную гостью Санитара, так сказать, нашего леса Нашу любимую Клавдию Михайловну До новых встреч! Дизель Шоу Отправить жену к тёще Но все может пойти не по плану Вы можете со мной поспорить Хотя, с другой стороны, проще посмотреть следующий номер и убедиться в этом Блин, Вика, что такой чемодан тяжеленный-то, а? Ну я же говорила, я еду к маме К маме Навсегда Навсегда Ой, как же я буду без тебя жить-то, Викусенька Я же с голода умру Хотя, с другой стороны, неплохой подарок на 8 марта Сашка, а давай ты поедешь вместе со мной к маме? Я? Ты что? Не, не поеду Давай в следующий раз Ты в прошлый раз говорил в следующий раз, и позапрошлый тоже Ты не любишь мою маму? Я? Я люблю твою маму, ты что? Я просто хочу по ней соскучиться Вот Это отмазка уже была Да? Ну, пока тогда Все, и приедешь, набери меня обязательно Только маме трубку не давай, я ей по голосу ее хочу соскучиться Все Сашка, а поцеловать жену? Блин, ну ладно Нет, ну по-другому поцеловать, я же все-таки уезжаю Ну ты же не навсегда уезжаешь, правильно? Сашка, ну поцелуй свою жену А ну, целуй меня, целуй, 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 мой хорошенький Ты просто, Викуська, хочешь поиграть со мной, да? Давай быстренько, быстренько, у нас три минутки есть, пока поезд не поехал Сашка, у меня сюрприз Какой? Ты тоже едешь к маме? Ты чего, Вика? Вика, нет, ты давай, это, быстренько отцепляй меня А чего это отцеплять? Нет, ты поедешь, 8 марта, еще и 8 марта у моего папы день рождения Это его проблемы, пускай сам мучается, давай, отцепляй меня Я сказала, ты едешь и все Все? Все Я заболел Чем это ты, интересно, заболел? У меня коронатеща вирус Значит так, такой болезни нет Есть, есть Саша, успокойся А если тебя болеют, шо, успокойся Провожающие вышли Я провожающий, меня надо выпукнуть отсюда Не слушайте его, он отбывающий, к маме, вот его билетик Послушайте, меня вот эта женщина удерживает здесь силой Меня ваше извращение не интересует Чай покупайте и чух-чухайте здесь на здоровье А если после чух-чухания захотите покурить в тамбуре Тогда еще и вафли покупайте Нет, вы неправильно поняли Я его прицепила, потому что он не хотел ехать к моей мамочке Вот скотина Девушка, если вы что знаете, я его из поезда не выпущу А если побежит, я его отхлющу мокрым постельным бельем Понял? Можем его в собачатнике закрыть или у меня в купе до конечной Я думаю не стоит Он будет хорошо себя вести, да? Я надеюсь Блин, кого-то она мне напоминает Орет постоянно, драться лезет Маму твою, точно! О, тронулись Теперь ты никуда не денешься Как тронулись? Эй, Викусь, давай срочно меня отцепляй У нас же ж это дома Утюг я забыл выключить, вот точно Вот этот? Паяльник, которым я утюг паял, там это А, вот этот? Пельмени я забыл выключить Я так понимаю, вот эти? Обогреватель не выкручил я Мне его тоже доставать? А я думаю, блин, что такой чемодан тяжеленный? Ты как? Что? Я писать хочу А, писать? Это ты хочешь как в прошлый раз смыться через дырку? Ну что, я виноват, что у них окно не открывалось Ну я серьезно писать хочу Ну хорошо, давай я пойду вместе с тобой Нет, я с тобой стесняюсь А, ну тогда проводницы попрошу Не надо! Все, я перехотел А что ты вообще паришься? Моя мама будет рада тебя видеть Она столько всего вкусного наготовила Сказал, даже нальет любимому зятю Нальет? Угу Ну тогда ты будешь без подарка Чего? Ну потому что это и был мой подарок Не пить на 8 марта Все Быстро меня отцепляй Я вспомнил Блин, мне же начальник сказал Обязательно завтра на работу выйти Иначе уволят А с каких этапор ты работаешь на стадионе? В каком стадионе? А я нашла твои билеты на футбол Ага Вика, Вика Нет, 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 нет Не надо О, остановка Я еду, еду, еду О, слушай, вот это Может я пока за беляшками смотаюсь? Хочешь, как позапрошлый раз смыться, да? Ну я не виноват, что беляши далеко продавались Что ты говоришь? Под пятихатками в 15 километрах от поезда? Чай, кофе Слушайте, женщина А яд у вас есть? Яд? Яда нет Есть вафли просроченные Ну, Кашка, ну неужели ты так не любишь мою маму, что готов яду выпить? Да я же не себе Я маме твоей Что же, я с пустыми руками приеду? Я ей уже подарок купила Я нашла твою заначку и все деньги потратила Быстро, быстро отцепляйте меня Вызывайте полицию Мы посадим ее за ограбление А вас, как соучастницу А я тебя сейчас вафельным полотенцем побрею Где? Везде Вика Ну и не хочу ехать к твоей маме Не хочу, не хочу, не хочу Саша, ну ты прям так вообще Не хочешь? Не хочу Пожалуйста Спасибо тебе Не за что Спасибо Все, не целуй, мы уже прощались Понял, все, давай, пока Пока Три Два Один Ой, а что случилось, Саженька? А там эта женщина полотенца точит Проходите, мужчина Ноги убрал Да, вот ваше место Вообще-то со мной можно тоже было бы повежливый Я, между прочим, пассажир Рот закрыл, пассажир Сегодня такой день Дамам все можно Даже сладкое Если что, я у себя в купе Спасибо Да Ну что ж, попутчики мои хорошие Давайте знакомиться Будем ехать с... Серега? Вика Сережка, ты что ли? Викуля Писаренко Овчаренко Бережок она Да, я замуж вышла Да А это мой муж Не влазит в душ Боже мой, какой ты юморист Ты вообще не изменился Ну, немного подрос Да Кстати, везде Сережа Может, познакомишь нас с этим персонажем? Да Это Сережа, мой одноклассник Лучший парень в школе Моя первая любовь Кстати, Сашка, ты же хотел свалить? Так вали Никуда я не повалю Ну, ты же хотел за беляшом сбегать Беги! Я не буду есть беляши, пока тут какой-то чебурек сидит Извините, ради бога, я не представился Очень приятно Сергей Александр Александр, а чё ты так надулся-то? Я не надулся, я всегда такой Как тебе с мужем повезло? Ну Высокий Подкачанный Стройный Тёща, наверное, без ума от него Мама уже забыла, как он выглядит А вот если я случайно привезу тебя Она будет очень рада Ты чего это? Мама меня любит С чего ты взял? Ты сама говорила Бьёт, значит, любит Она меня так дубасит Кстати, как поживает Маргарита Павловна? Ой, ты помнишь, как её зовут? Сашка даже не помнит Знаешь, мама очень хорошо вспоминает постоянно о тебе Помнишь, как она пыталась нас поженить? Ой, чё ж я тогда так попал-то, а? Саша, ты ж хотел в туалет Так иди в туалет Вика, я могу и здесь сходить Это плацкартный вагон Расскажи, расскажи вообще Чё ты едешь к нам в город? Да понятно чего Поехал в столицу, посмотрел мороженое Поел на метро, покатался А сейчас едет домой К жене, к трем детям И, наверное, боится на работу опоздать Ты же ночной охранник супермаркета У меня свой бизнес Детей женой не завёл Еду в город проведать маму Боже, какой мужчина Маму едет проведать А чё ж на поезде едет, а? На машину не насобирал, да? Устал от одиночества в этом майбахе Водитель гонит по параллельной трассе А я захотел вот в поезде Поностальгировать И встретил тебя Вообще-то я её первый встретил Ну, после тебя, конечно Но женился первый я Сашка, чё ты начинаешь? Пойди вообще проветрить Тут с окна нормально сифонит Может, тогда мы в огоне ресторана Проветим Нет, нет Давайте здесь попьём чай Я услышала слово чай? Да, пожалуйста, три чая Пожалуйста Спасибо Вам, девушка И вам, мужчина А мне? А тебе вафля Так вот А что? Хороший расклад Двое на двое А я стаканы помыла Билеты проверила А в туалете нет ёршика А ты умеешь отшить Если что, я у себя Серёжка Да Ты рассказывай, вообще как ты? Да, господи, ну что Как всегда Бизнес Гоняем жиженый газ Из-за океана И Собираюсь открывать Свою авиакомпанию Так, Саша, хватит Ну-ну, ну-ну А так, в основном Ну ничего интересного Остановка три минуты, Сергей Извините, остановка три минуты Я на секундочку буквально, простите А, видала, видала Пять минут с тобой не продержался Не то, что я Десять лет с тобой душа в душу Вот, кто герой настоящий А этот так, слабак О, смотри, побежал по перрону уже А на его месте должен был быть я, понимаешь? Извините, что заставил ждать А, вернулся Прекрасной даме К 8 марта В дороге Ой, стильбаны Желтые Мои любимые И, естественно, спутнику Тоже В дорогу Прошу Пельмешки Мои любимые Ой, Сережка Спасибо Так приятно Ты знаешь, я уже забыла, как это Получать цветы Я помнил Твои любимые Желтые Да, да Отличный ты парень, Серега Сашка, а тебе так легко купить Тебя тоже Ладно, пойду Посмотрю вазу Матница Слышишь, Серега? Да Ну, если мы с тобой уже такие друзья Скажи честно У вас с Викой что-то в школе было? Да Брось ты, елки-палки В школе были совсем сопляки Ну да Вика в школе была вообще пацанка Она и сейчас Как мужик Ты знаешь, если честно Мне кажется, что в вашей семье Самый красивый ты Вот ты обратил внимание На какой станции я сел Папа Любовка Мы Папа Любовцы Вот ты больше кем любишь быть? Стакан или подстаканник? На верхней полке или снизу? Поезд ты или тоннель? Вика! 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 Ну и что, мальчики, вы уже тут подружились? Ну, ну, нет Серёжка, а что ты себе пельмешки не взял? Да, ты знаешь, я сейчас мясо не ем Я больше фрукты люблю, знаешь Очень люблю бананы Вот ты, Саша, любишь бананы Я больше пива люблю Сашка, пенка побежала! Быстрее в рот бери! Бери, бери, Саша, не стесняйся Так, я это, я вообще не пью Бросил Ты не пьёшь? Да, с сегодняшнего дня Не пью, всё И вообще, мне надо выйти, это, воздухом подышать Саша, ты не боишься меня с Серёжкой один на один оставлять? А? Нет, уже не боюсь Пока Побежал твой Ага Цветы покупает Да А кому второй букет? Маме, конечно Сейчас ещё тортик найдёт где-то Может даже не сомневаться Слушай, Серёжка, спасибо тебе огромное за помощь Я уже так устала быть мужиком в нашей семье Я тебя умоляю, в театре ещё не такой играть приходилось А помнишь, я говорила, что ты артистом будешь? Вот наговорила Да? Так ты теперь обратно домой, с Киев? Да нет, съезжу, навещу маму К тому же тут такая дама в поезде Мадам! Вы больше на верхней полке или снизу любите, а? Ай, Серёжка, лавелаза, вообще не изменился Это, это, вот Сашка, это чего? Это с 8 марта А второй букет кому? Это второй Ой, нет, не так Это Это Моей любимой маме Маргарите Павловне О-о-о Викось А? Я вот тут так подумал Угу Ты знаешь, что Любовь Это прекрасное чувство Да Особенно, когда любишь ты А не тебя А я тебя люблю Да Честно Люблю Слышь, Викусь А где билеты? Какие билеты? Ну на футбол Какой футбол? Серёжа! Не, не, не Продолжить мы хотели бы красиво, практически в стихах Украинская хоку Веточка сирени зацвела Птицы вернулись Дозревает клубника Февраль На самом деле Аномально тёплая зима Это катастрофа Для наших мужиков Потому что, ну по сути Пропал повод Хряпнуть для сугреву Итак Аномальной украинской зиме Посвящается И на газ поднялась цена Видимо мозги растопила Наверху кому-то зима Поменялась осень с весною Что-то тут не так с февралём Радует, что этой зимой Понесёт убытки Газпром Лишь одного мы все боимся Когда апрель придёт и май На город может опуститься Зима, зима И снова в руки на дорогах И будет всем большой трындец Ведь это раньше всё случалось Здесь Не было на улицах снега И на речках нет рыбаков В городах все дети лепили Из болота грязи веков Жарко в сапогах и ботвордах Шубы никому не нужны Лучше всех зимой продаются Кремы от сагара спины Не хочу теперь на Шри-Ланку Отмела Мальдивы сама Я не полечу на Ямайку Хороша в Бердянске зима Много нам всего обещали Чтобы изменилась страна Так и ничего не случилось Просто стала тёплой зима Идею этой странной песни Нам подсказала всем зима Зачем мы полностью разделись Весна, весна, весна И только Мэрии столичной Мысль не даёт спать одна Чтобы зимою не накрылась весна Весна, весна, весна Янчик, поздравь меня Я наконец-то поняла, что Сашка по-настоящему меня любит А как ты это поняла? Он сказал три самых главных слова в моей жизни О боже мой, наконец-то он сказал тебе Выходи за меня Лучше он сказал Сан Саныч, будешь? Ой Боже мой Он поделился с тобой Своими любимыми семечками Викуся Вот это настоящая любовь Ага В этом году у нас состоится действительно радостное событие У Дизель шоу будет юбилей Нам исполняется пять лет Для вас это радостное событие Хочется верить, что для вас тоже И мы, конечно же, приготовили для всех вас большой сюрприз В конце апреля у нас будет сразу пять юбилейных концертов Пять абсолютно разных программ Поэтому запоминайте 21, 22, 23, 24 и 25 апреля в этом прекрасном зале И сейчас мы затронем еще одну интересную, необычную тему Тему космоса В конце прошлого года французский стартап решил провести интересный эксперимент И отправил на Международную космическую станцию 12 бутылок вина Это действительно правда Ученые хотели изучить процесс старения вина в космосе и на Земле В ответ на это наше украинское космическое агентство захотело отправить на МКС сало Но ребята не удержались и съели его еще на Земле После этого было принято решение, что нужно попробовать повторить опыт французских коллег МКС, МКС, прием Как слышно? Земля, Земля, слышу вас отлично Космонавты, внимание, к вам подлетает шаттл Внимание, Земля, шаттл видим Шаттл видим Отлично Там кроме основного груза 12 бутылок вина Еще раз повторите 12 бутылок вина Земля, а что за повод? Это мне на день рождения? Или Сереге на 50? Или нам 50 на 50? Нет, нет, это не пить Это вино для эксперимента Ученым важно понять, как ведет себя алкоголь в условиях невесомости Эксперимент Земля считаем некорректным Для корректности эксперимента нужно передать еще водки и пивка А вот я бы лично проэкспериментировал с Кальвадосом Очень интересно, как он ведет себя в условиях невесомости А вот с самогоном вообще экспериментировал бы, экспериментировал Послушайте, это важный эксперимент Это не шутка Совместный проект НАСА и наших О, совместный? То есть на брудершафт? Тогда считаем необходимым передать на орбиту сигареты Какие сигареты? Это вы же не курите Только в целях эксперимента, Земля Мне было бы интересно посмотреть, как в космосе будет вести себя Мальбро или Парламент Да мне хотя бы при луке Я вам еще раз повторяю Вино для эксперимента Его пить нельзя Так а что, шмурдяк какой-то или просроченное? Да нет, нормальное, обычное вино Ну так а ты сам пробовал? Нет, оно для эксперимента Ну что, все 12 бутылок, что ли? Да, еще вопросы есть? Один, Земля Скажите, какой процент закладывается на бой тары? На что? На бой тары При разгрузке могут разбиться несколько бутылок А, да, так часто бывает, Земля Как они разобьются в невесомости, а? Спорим? Они не могут разбиться, они в мягкой упаковке А, так это литровые в паках такие? А, да это шмурдяк, все Конец связи Земля Там стекло, там упаковка пупырчатая Так, давайте Так Здравия желаю Здравствуйте Я, значит, из Министерства обороны У нас проверка Хотим узнать, как продвигается наша украинская космическая программа Вот, так сказать Ну, как дела? Прекрасно продвигается Вот как раз сейчас проводится стыковка с транспортным кораблем Понял Так что на этот раз везете туда? 12 бутылок вина Ой, обожаю людей с чувством юмора Это очень смешно Нет, это не шутка Это серьезный эксперимент НАСА и наших Ученые пытаются понять Как будет себя вести в невесомости вино Как оно будет бродить Как оно будет стареть Вот я всегда говорил Вот не хрен делать Вот вам, ученым Это значит Вот закрыть бы вас все кедри Алифьени Вы уверены в наших космонавтах? Конечно Это наши лучшие космонавты Вот они как раз на связи Давайте Земля, земля Как слышно? Слышим прекрасно вас Посылочку получили Но штопора не обнаружено Какой еще штопор? Какой штопор? А, его изначально не было? Ну окей Просто, чтобы на нас потом утерю не списали Да не было штопора Ну не было так не было Продолжаем работать Отбой по панике Плоскогубцы или шуруп есть? Конец связи Это по-вашему лучший, да? Вот этот вот с рожей алкоголика Это лучшие? Ну, так долго на орбите Еще никто до них не был Понимаете, два года Конечно, они... Вы себя слышите? Два года без алкоголя И тут ящик вина Связывайте с ними Да, конечно МКС, МКС, как слышно? МКС, МКС, как слышно? Земля, земля Слышим вас хорошо Доложите обстановку Докладываю Докладываю Эксперимент с вином Стартовал Вот видите? Все в порядке Продолжаем работу При разгрузке Разбилось Две бутылки Как я и предполагал? Разве только две? Простите Мне подсказывают, что три И одна треснула Да Всего Восемь бутылок А что с остальными? С остальными четырьмя бутылками Все в порядке Нет, я имел ввиду С остальными космонавтами Где коллеги из НАСА? А они Пошли в космос Что? Куда пошли? Поставить Панели Солнечные Пошли они В космос Конец связи Послушайте Вы представляете Что могут натворить Пьяные космонавты? Они ж хуже ВДВшников Они ж гравитации не чувствуют Да Что вы так нервничаете-то Опытные люди Можете их еще раз набрать? Да, конечно Набирайте МКС на связь МКС прием 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 Земля Земля А как дела? Рассказывай Земля Как погода у тебя Земля Так, я хочу напомнить Что вино Только для эксперимента Да Да И уже есть Первые результаты Записывайте Вино в космосе Ведет себя Агрессивно Но упало на меня И сломало мне Вот этот палец Как это могло случиться? О причине Халатности Земли Не передали Штопор Не передали Но есть И хорошие Новости Земля Вино В условиях Космоса Своих Свойств Не теряет Откуда Вы это знаете? Конец связи Земля Послушайте Почему они все время Отключаются? Наберите их еще раз Пожалуйста Да Только успокойтесь Пожалуйста Поймите Это международный эксперимент Международная станция Значит За этим экспериментом Наблюдает весь мир Весь мир сейчас Наблюдает за их пьянством Я говорю Набирайте Куда тут жать Не трогайте Это важно Прием МКС Это земля МКС Это земля 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 Здорово А что вы делаете? Мы Проводим Эксперимент Как В условиях Космоса Из сухого Вина Получить Портвейль Так послушайте Я представитель Министерства обороны И я требую Оборвалась Послушайте Мы выделяем Миллионы долларов Они там Вот это вот Вытворяют Да? Не только Не только Они проводят Очень важные Научные эксперименты Они следят В невесомости За животными Растениями За птицами Да за какими Нахрен птицами? Ой Там много Егорыч Тут у нас Закуски Больше Чем винище Осталось Значит так Так Вы что там делаете Голуби? Это не голуби Это павлины Ой блин Я походу Землю Жопой Включил Земля До связи Послушайте Вы понимаете Что вы своими Дурацкими Экспериментами Вы угробите станцию Вы угробите Всю космическую программу Ну набирайте их Что вы смотрите Такие частые Выходы на связь Могут их вывести Из себя И это очень дорого А дорого Да Набирайте говорю Да конечно МКС на связь МКС на связь Ты как Ты не понимаешь Я же Я же не шляюсь Где попало Я же на работе Работаю А ты Я же люблю тебя Катька Катька МКС прием Прием МКС Кто это Это земля 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 Я космос Не звони мне больше Конец связи Ты слышала Я ее бросил Теперь только ты И я Ты слышишь Катька Катька Крутоголов А где ваш напарник Какой напарник У меня не было напарника А Серега Вышел Покурить Как вышел Куда На балкон Вы с ума сошли Что ли В космосе Курить А что Можно здесь Серый Возвращайся Земля Слышь А ты можешь Кинуть Сотку На телефон Я Жене Хочу Позвонить Так Послушайте Крутоголов Немедленно Верните Вашего напарника Жмот Конец Связи Послушайте Я уже совсем не понимаю Это космонавты Или сброд алкоголиков Конечно космонавты Тогда почему они себя так ведут Значит так Все Немедленно возвращайте их на Землю Все Я не могу Поймите У них просто стресс Так бывает Люди давно на орбите Каждый день от них не жилися Вот они и расслабились Тогда свяжитесь с ними Объясните им Их задачу Да конечно МКС на связь МКС на связь МКС Давай Давай Это космический эксперимент Это еще кто? Это Это Коля Он космический мусор Откуда он там взялся? Ну он Серегу Приторабанил Оштрафовать хотел Оказывается В космосе Запрещено курить А Коля Он тут местный Он всех знает Тут же космос Тишина Все Хорошо МКС на связь МКС на связь Это кто такие? Это коллины подруги Как он их крышует Вот это Венера А вот это А как тебя? Ахиопея Ахиопея А они между прочим МКС Кто? Международные космические Там он прикалывается Нет Это астронавтки Из НАСА Земля Это девочки Девочки Это земля Земля Конец связи Послушайте Я не понимаю Что происходит До этого Все нормально было Вы понимаете Что они там Пробухивают Государственные деньги Это все Из-за вашей науки Поймите Любой эксперимент важен Они когда-нибудь Протрезвеют И мы получим Неоценимые данные Вот только интересно Когда и какие Так вы врубайте их Ну да конечно МКС на связь МКС на связь Так что у вас там происходит? Тихо Мы тут спички тянем Кто побежит за водкой В МХЛ Международный космический ларек Ты что за твоя вина? Вы только раздразнили Я приказываю Отставить Крутоголов Писаренко Я запрещаю вам Покидать пределы станции Так а что тут делать? Да Скучняк Сходите в оранжерею Полейте растения Да блин Ну что там в этой оранжереи? Подождите Там растет конопля Конец связи Земля Стой Стой Конопля Вы что с ними заодно? Я совсем забыл Это просто прошлогоднего эксперимента осталось Вызывайте их пока они не пошли в оранжерею МКС на связь МКС на связь Земля 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 Докладываю Мы в оранжере Не ходили Вот Все Мы туда летали Земля 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 Срочно Вышлите нам 12 бутылочек воды И 12 шоколада И жопы в конящих Эксперимента Значит так Послушайте меня Как угодно И чем угодно Но это нужно остановить Хотите сами туда летите Понятно? Да как я Ну я попробую Сейчас это Вот так Давайте Давайте Привет Лунатики Ищите мы рядом А-а-а-а Здорово! Здорово! Ха-ха-ха! Все Я не понял Это Как 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 Вытянул короткую спичку Ты Я ненадолго Я за гитарой И обратно Иди О! Вот она где Ха-ха-ха-ха-ха Все Я Назарь Все Я Назарь Послушайте, может, мне, конечно, кепка на мозг жмёт, но я не понимаю, а как это вот? Понимаете, на самом деле всё это происходит в соседнем павильоне. У нас там стоит симулятор. Нас от полётов ещё в позапрошлом году отстранили из-за экспериментов с марихуаной. Вот, собственно, и как бы это... Вы понимаете, что сейчас будет? Конечно, вы закройте финансирование и расформируете нас. Нет! Мы своих не бросаем! Берите ящик коньяка, мы летим к ним! ДИЗЕЛЬШОУ Украина всё же таки космічна держава. Про Украину зараз ми з вами и поговорим. Сьогодні ми разом з вами хочемо зізнатися в любові до нашої неньки України. Потому что, яка б вона ни была, это наша батьківщина. И мы её любим, как дети. Мы кохаем Украину так сильно, как чиновники кохают гроши. Мы молуемся Украину, как глава Укрпошти своей зарплатой. Мы болеем за Украину, как настоящие фанаты нашей сборной. Мы обожняем Украину намного больше, чем некоторые батюшки свои рейнджроверы. Мы обожняем Украину, как автодор пишается дорогами на Кончу-Заспу и Межигирья. Мы вкладываем в Украину так, безмежно, много денег, как Киеврада у Подельский город на Тројщину. Мы помогаем Украине за взятиши, ніж кум куму у Верховной Раде. Мы маем на адресу Украины столько хороших слов, сколько гральных автоматов под вивязкой «Украинская лотерея». Мы будем стоять за Украину так, как стоять весь центр Киева и все мости в вечеринке, щопятнице. И нехай что-то решить смогли именно 73%. Насправді життя Украины может сделать лучшим все 100%. Зима прошла, а снигу майже зовсім не було. Весна не дуже впевнено, в країну пливе. И только дизель-шоу завжди влучно жартує. Бо мы пливем на хвилях, на хвилях ТВ. Хей-хай, хвилю тримай. Хей-хай, весну зустричай. Хей-хай, дизель-шоу вмикай. Хей-хай, з нами співай. Ми будем насолоджуватись тою весною. І далі крокувати лише вірним шляхом. І буде в нас найкраща країна з тобою. Якщо ми будем битись за країну разом. Повернемо додому усіх українців. Повернемо полону усіх землі свої. А може ще повернемо і наших сусідів. Втере на свято київської ненькій Русі. Хей-хай, руку тримай. Хей-хай, разом тут вставай. Хей-хай, і не відступай. Хей-хай, перемагай. Не ділимо країну ми на схід і на захід. Не ділимо людей ми на своїх і чужих. Та можем розділити нашу радість і щастя. Бо щастя дуже класно ділити на всіх. Дівчата українські чарівніші у світі. А красивіших хлопців вам нікде не знайти. Незбоги залишилось майже сорок мільйонів. А буде півмільярди, якщо світло згасить. Хей-хай, пари шукай. Хей-хай, щиро кохай. Хоп-хей, робімо діти. Хоп-хей, справжніх людей. Хей-хай, хвилю тримай. Хей-хай, весну зустрічай. Хей-хай, дізель вийхай. Хей-хай, з нами співай. Дизель-шоу з 21 по 25 квітня. Ми тільки завелися. Ви не можете пропустити ці грандіозні події. Тут реально атмосфера, ах, сказка!